Здравствуйте! Здравствуйте! Мы художская мастерская Фёдора Евгения Алексеевских. Мы занимаемся авторским холодным оружием. Занимаемся его оформлением и непосредственно изготовлением блин. Фёдор Алексеевский 35 лет занимался япольскими мячами и знает о них всё. Он может и сковать, и оформить в любой сложности и в любой блин. 5 лет учился в Японии. В советские времена это было наезды. Зато общался с очень немутыми мастерами. Некоторые сейчас уже, к сожалению, умерли. Связь проливала. Тем не менее, мячи, которые будут есть. Вот эти вот, это лучше именно мячи. Вот эти мои. Вот это боевые мячи, это не ручка, они тоже боевые мячи. Вот в этих мячах я делал только клинки и облетал их мячи. А всё остальное делал и клинки. Вот это мой личный боевой клинок. Здесь оправа вся в серебре. Так как училась я на ювелиры, то все детальки, вот, от восковой модели до отливки делала сама. Тут пионы, хризантемы, лотосы. С другой стороны тоже. Красота, а? Это боевой мяч, калёный, кованый. У меня я для выступления. Японский мяч, это часть личности владельца. Мы не делаем просто мячи. Если есть какие-то заказы, то мы работаем с человеком, потому что японский мяч, это... Он носит внутреннюю сущность владельца. И первоначально, помимо клинка, делаются ещё вот такие вот восковые модели. Вот, вот конкретно эта восковая модель имеет в себе лицо владельца. Мы с ним обговаривали, лично работали над сюжетом этой мини-картины. Здесь сосна, как символ долголетия, около пруда с лотосами, как символ вечности. А с другой стороны, хатиман, бог войны, сидящий около порубанных доспехов и думающий, стоит ли воевать. Этот человек попросил засадить свой меч всю войну. Он много воевал и устал от войны, хотел бы всё отдать в клинок. И этот меч он хотел передать своему сыну. То есть как бы наследственная традиция. Вот эта восковая модель. Здесь дерево гинка, дерево вечности. Оно само по себе живёт 200 лет. А с другой стороны, монах, сидящий около пруда с лотосами. Этот человек увлекается буддизмом, и поэтому мы решили сделать ему именно это ценность. И к ним делаются вот такие вот восковые комплекты, мини-такие детальки на меч, которые можно увидеть. И они в целом составляют общую какую-то композицию с оконченного мысля. Это тренировочный меч, тоже мой личный. Точно такой же, только в бронзе. Он калёный, кованый, но не заточенный. Специально для того, чтобы мы могли тренироваться. Потому что у нас кота парные, контактные. И именно поэтому, чтобы нужно было сделать движение именно в прогнозах. И так каждый меч. То есть мы работаем непосредственно с человеком, обсуждаем, что его волнует, что ему важно. Его знак зодиака, его увлечение. Делаем непосредственно для него такую философию в миниатюре. Вот эта цуба, она тоже имеет свое философское значение. В Японии есть легенда, как рождаются драконы. Дракон это самое могущественное и сильное существо. А карп это символ мужества. Если в провинции Хиго, карп поднимется вверх по водопаду Мива, то он превращается в дракона. Так рождается дракон. И на этом цубе как раз и есть момент превращения карпа в дракона. Интересно. А это как бы продолжение философской темы. Хризантемы, долголетие. Здесь гравировка по клинку 95-й стали. И буковая ручка с резьбой. То же хризантемы. Традиционная форма кавказского кинжала, которая и применялась в казачьих войсках. Мы сами из семьи казаков. Но в современных условиях немножко поменялись приоритеты. Поэтому мы оставили форму традиционную. А насыщение, оформление сделали уже более современным. Хризантемы – это символ вечности. Здесь не повторяется ни один цветок. Евгения рисовала все цветы. Вот. И я их прорезал в рамерах. В продолжении стилизации у нас родилась идея создать универсальный охотничий нож. Это новый охотничий нож. Новая форма. Он имеет ортопедическую рукоятку, которая подходит любому человеку по руке. Это для правшей, да? Толстый обух. Она и в левой руке хорошо облако сидит. Толстый обух. И кленовидное сечение, которое сходится с две стороны. Ему удобно выполнять любые формы работы. Необходимо их в поле подрезать, чистить. Даже можно его использовать как топор. На самом деле, кленочек довольно короткий, но широкий. Что, в общем-то, является новым таким стилем. А по весу? Да, такой. У него хвостовик вот такой ширины или во всей ручке длиной. Ага. То есть, можно на него встать, догнать его встать. Он выдержит вес. Серьезный такой, да. Да, действительно удобный. В левую руку я вот взял. Хоть в левую, хоть в правую. Но, несмотря на то, что вот он такой вот формы. И стилизация продолжила свое развитие. В данный момент на фотографиях представлены эта трость, красное дерево, тоже вот с такой резьбой. Но сейчас она участвует в конкурсе художественных изделий. Поэтому там выставляется. Это был эскиз, как бы, проработанный. Вот тут клинок очень сложной структуры. Я сейчас вам покажу. Здесь многослойная сталь. Цёдзи хамон. Он тоже каленый ковный. И здесь другая стилизация якупского классического мяча. Он сделан без цу. То есть, и здесь стилизованные фризантемы, но уже выполненные в костюме. О, минус? Такой. Так же мы занимаемся длинной кривкой оружием. Это на гимнаде. Это тоже такое оружие, да? Да, это боевое оружие. 95-я сталь, каленый, кованый. У него заточка, видите, такая неблестящая. Специально для разрубания. Так как у нас проходит чемпионат в России, в этом Сигире, это тестовое разрубание любым холодным оружием. На включении Сигира. То есть, или на генната длинно-древкового. Можно длинно-древковой категории участвовать. Верды, шум, там, любое. Все, чем вы захотите участвовать. Можно и даже с киржалом выставить. Так же у нас возникла идея сделать боевое оружие такое европейского варианта. Это скромосакс. Здесь гравировка. Лебеди, волки. Лебеди, символ Валькирии. Волки, символ Водин. Ну, это как бы в стороне от нашей стилизации такой творческий порыв. Ну, все-таки творческая мастерская. Да, интересно. И такое продолжение скандинавской темы у нас есть. Сикра. Это секира, да? Да, это секира. Тоже каленая, окопанная, заточенная. Мы не ее рубили. Она тяжелая. Сделана, выполнена под старину. Такая гравировка. Здесь тоже вороны, как вестники правды Одина. Там быки, змеи. То есть все, что важно для Витки. Вчера. Сейчас там тоже на выставке выставляется. Потом уже показать. и все вы это делаете на заказ, да? Большинство работ мы выполняем на заказ. Это как бы все, что осталось. И наши творческие идеи, независимо от заказа. Вообще, вот здесь есть толстая павка представленных наших работ. Могу вам показать. Здесь разные трости. вот мы делали шашки. Тоже вот с такой резьбой заказали кубанскую шашку. Бердыши. Вот здесь булатный клинок уитагана. То есть это заказывали люди все, кто участвовали на нашем чемпионате. Они реальные боевые не сувениры. Вот этот меч весил 12 килограмм. Вот этот, Да, в данный момент он у Сергея Бадюка находится. Знаем такого. Вот он ему очень понравился. Такой большой. Это тоже нагенаты разнообразные. Здесь нагамаки вся рукоять заплетена как меч. Очень удобно при разрубании. Там тоже фризантем или флёля. Вот этот интересный клинок такой девичий. Его заказал один человек для своей дочки семилетний подарок. Она очень увлекалась. Вот этот клинок находится у дочери Кириенко. она тоже интересовалась клинками. Вот этот вариант булат. Здесь серебро. То есть в основном японские, конечно, заказы. делаем своеобразную интерпретацию кинжала. Вот эти мячи находятся у Медведева президента. Когда он президентствовал, наши выиграли в Нанкине и Розвие вручила ему такой комплект мячи. проходили игры в Питере с игрой в 12-й год. Только закончили в 26-го числа. А прошлые игры были в Китае в Нанку. И Российский Совет Боевых Искусств поднес президенту набор удобных лечей гибротиков, которые наши не делали. Здорово! Молодцы! Как-то лечили. Мы сами присутствовали на рождении, но есть где-то фотографии в интернете, где все победители, чемпионы наши и они стоят в гиброте. Говорят, им очень понравилось. Ну там хорошо. В общем-то мы занимаемся только на заказ изделиями, но как японческие идеи занимаемся и скандинавскими, и японскими, и разными стилистами. То есть люди могут прийти со своими идеями, и вы поможете им воплотить их в жизнь. Чуть-то говоря, вообще-то похорошее. Вот исходя из японской традиции, если меч это часть личности человека, то перенося ее на нашу площадку, я думаю, что нож, шашка, меч, они должны тоже иметь личную свою категорию. То есть допустим, пройдите по выставке посмотрите шашки казачьи. Они в принципе все одинаковые. Похожие. Вообще даже одинаковые. Там где-нибудь какие-то за липушки есть, гербович и прочее. Но в общем-то одинаковые. если подходить к категории личностных, то шашка должна иметь личность человека, который ей владеет. Можно сделать круче японской замечательной. Стилизации, которая будет понятна нашим людям и будет и близка, и в то же время они будут внести эту традицию исторического преклонения перед хором и кинжалом. А вот например шашка, ручка для шашки. У нас тоже хризантемы, но полевые. Не надо идти. А, Вот ручка для иди, вот ручка для кинжала. Тоже это полевые хризантемы, но они имеют ту же символику и понятную для русского человека. То есть они с одной стороны украшают, а то есть они современные и в то же время они наши. Конечно. Мы вот ищем такое понимание, например, понимание символизма. То есть дух. Дух для русских людей символичен как символ стиля, лоховейки, здоровье как дух. Много похожи. Япония это символ чистоты. Вот украшение боговыми листьями понятны нам там Европе и понятны Японии. Каждый по-своему воспримет. По-своему но близко. То есть нету таких резких противопоставлений. Допустим пион в Японии символ богатства. Тоже нам в общем близко какое-то символ богатства и вот эта стилизация она я думаю что она составляет часть нарождающейся современной границы ворота. Пока у нас еще законодательство не нахватил воярдов но в дальнейшем например в Японии запрещено владеть ничем как холодно-мороженом но разрешено владеть ничем произведением искусства. Значит если вот это взять и перенести кальку сделать на наши законодательства то получится что любой человек может владеть ничем не пустын вот так вот вот тросты хризантемы здесь 32 сорта хризантемы которые не повторяются Ничего себе Женя это все придумал а я вот все проверовал вот которое я ковал делал шуфал полировал калил стилер форма клинок ручки и вытащил такую общую пластину согнутую а все остальное гравировку и вот эту вот резьбу по металлу делал Евгений с вами резьбу по посту и резьбу по металлу Красота а по нашему законодательству вот такой стилет это холодное оружие же или как по нашему законодательству если это коллекционная вещь то она дома вы можете хранить фактически все что вы хотите любое положение но допустим переносить из дома в машину вот это как бы чревато а хранение сейчас снято уголовное хранение и изготовление то есть повесить на стену грубо говоря получается дома вот в современных условиях введение боевых действий с применением холодного оружия ну прямо скажем проблематично ну во первых многие армии мира вообще допустим не изучают холодное оружие способ введения в войне израильская армия вообще не применяется холодное оружие лучше возьмут в людях армаг и стали чтобы не было близко потому что вот в то время да и вообще любое холодное оружие фехтовое вообще боя холодного оружия ничего как вон он требует определенного мужества потому что нужно подойти очень близко и это чревато получением самому себе травм мало того что не умиреваешься на человека еще ты сам представляешься и это требует определенного мужества определенного бесстрашия подготовки подготовка без сомнения а стрелять из пистолета и не подпускать современных условиях и не подпускать противника близко до контакта намного проще в итоге получается что совершенно необязательно даже и владеть каким-то навыками в обращении с холодным оружием ну не порежутся а мужество уже не воспитывать такими ну датская секира это секира реконструкция оружия викинг тоже каленая полная гравировка под старину здесь змей змей мировой змей здесь кабан га и если представить что таким оружием нужно поевать Нужно быть в непосредственной болезни, как я, в основном. Конечно. Требует определенного состояния души, с собой, с собой, с дороги. Конечно, и физической подготовки тоже. Физической подготовки, вообще-то нелегкая вещь. И противостояние требует. Конечно. То, о чем мы говорим. Поэтому, я думаю, что в нашей Баканадасе, да и вообще, в принципе, во всем мире Баканадасе можно, вот в плане легализации холодного оружия, я думаю, можно вообще снять вообще с повестки дня. Ну, в старых, например, скандинавских странах древности, викингов, взятых, венастых лет. Человек, свободный человек, у него право на себя, что это чертой его, не свободный. Право на себя, право применять его, не защитить его, честь и достоинство, имущество. И налагалась обязанность, ответственность за это применение. И он сам брал на себя эту ответственность, право, свободное желание. Значит, если он об этом запрещает нам свободно носить оружие и брать на себя ответственность, значит, ну, не свободный. А вот, значит, есть о чем подумать. А с другой стороны, вот, допустим, все мастера, которые здесь работают, тратят ум и времени на то, чтобы сделать такое произведенное искусство, отковать, там, точить, изменировать. А в законодательстве мы уподобляемся садовникам, которые вот взял колышек, выточил, привязал к нему деревьев, чтобы оно не упало. А тут рядом случилась драка. Какой-то мужик схватил этот колышек и проклял другого мужика. По нашему законодательству можно выражать, но вообще-то судят садовник, который колышек, то есть положение вот этого садовника. Убивает их, что преступление совершает не оружие, не автомат, не меч. Конечно, человек. Ловек. Соответственно, владение оружием это еще не повод наказывать человека. Пока не было ничего. А у вас кромосексный набор. Здесь есть боевой нож. Вот он с гравировкой здесь мировой змеи с рунами заговоренный. Здесь лебедь, волк, символ Валькирии и Одина. Есть нож бытовой, поменьше. Здесь тоже гравировка. Ручки бамбуковые. Есть точила и шила. То есть такой универсальный набор охотничий. Спарк такая, да? Это раньше, в древние времена, этот набор был принадлежностью любого мужчины. То есть это нужно для того, чтобы защищаться и разделывать домашнее хозяйство, закачиваться. Продолжение следует... Вы уже много нам всего рассказали. Интересно очень. Спасибо большое. А вот единственное... Хотелось бы узнать, в какую цену примерно все-таки, чтобы люди могли понять? Так, на самом деле, по-разному. То есть если японские мечи, там авторские, то это больше зависит от стали, с которого сделано пленок. Если там у нас стали, то где-то тысяч 60-70. Если там там Дамаск, то может быть 90-80, 100-10. Если Булат, то тысяч 150-180. Если тамахаган, то это специальный способ, японский способ обработки стали. Там смесь Дамаска с Булатом. То есть варится как Булат в заготовке, а кулются как Дамаск. Перекладка. Получается такой очень сложный композит. И химический, и механический. Ну, тогда, значит, там где-то может быть 210-250-300. По-разному. Прибор, допустим, серебра, там, кулются. То есть, обычно, тоже у гаража нет. За то, что драгметаллы там, да? Ну, они имеют свою структуру. Конечно, конечно, несомненно. А вот, к примеру, вот такой вот набор интересный. Брот, 30 тысяч. 30 тысяч. И он это. И на охоту можно. Да, он совершенно абсолютно рабочий. Ну, мы, как бы, принципиально не делаем никаких сувениров. Потому что считаем, что по трудозатратам это одно и то же. Мы делаем сувенир, мы делаем, мы делаем рабочие. Но внутреннее отдача энергетическая. Фактически накалкиваем. Потому что, зная, что эта вещь не будет работать, а будет просто висеть на стене. Просто висеть на стене. Да. Не та энергетическая. Ну, лучше. Спасибо вам большое. Мы рады с вами сотрудничать. И вам спасибо большое. Очень приятно было с вами пообщаться. До свидания. Удачи вам и процветания. Спасибо большое.